Ворота Африки Экономически развитый город С особым статусом в Марокко Я вам скажу Богатый Чистый Со смешанным населением Очень яркий, колоритный город И в то же время чувствуется, что Здесь поблизости уже Европа Но я сюда прибыл не за тем Помните мой рассказ Из города Порту В Португалии Когда я свой сюжет закончил на том Что стало с евреями Порту, понятно А вот куда делись армяне Из Порту, совсем непонятно Причем они оставили Там свой квартал Ру Армения Ру Ангара, если вы помните Или Ангора И я сказал о том Что они отсюда Куда-то двинулись дальше И хотели принимать католичество И вот я узнал Что оказывается Они прибыли сюда В Марокко Но не в Танжер, конечно же А дальше В Касабланку А почему я с Танжера начинаю? Ну, об этом я скажу Прямо сейчас Как я уже сказал Танжер Важнейший экономический центр Марокко И население Хотя здесь и пестрое Но тем не менее Основным населением Являются арабы и берберы Соответственно Их родные языки Являются основными языками Танжера Хотя в ходу Также испанские И французские языки Но так было не всегда Когда арабы Здесь главенствовали В 534 году Дабы восстановить Могущество Римской империи Армянин Полководец Византийский Нерсес Взял Танжер И принес Этим самым Победу Императору Византии Юстиниану И на протяжении 130 лет Танжер Был в составе Византийской империи Кстати говоря Кто видел мой сюжет Из Равенны Италии Я показывал фреску Где изображен Юстиниан И по правую руку От него Тот самый его Полководец Армянин Нерсес На то время Он занимал Должность Как бы сейчас сказали Министра обороны Византии Так вот Потом Только в 704 году Арабы Завоевали Этот город И здесь Установился Арабский Тух И главенствует Он здесь До сих пор То самое место Где встречается Атлантический океан Со Средиземным морем То есть Гибралтарский пролив За моей спиной Вот буквально На том берегу Испанский город Тарифа В стародавние времена Здесь Через Гибралтарский пролив Проходили Торговые суда Из Средиземного моря В Атлантический океан И наоборот Из океана В Средиземное море И все они Останавливались В городе Тарифа Чтобы оплатить Налог За прохождение Их Судна С тех пор Так и стали Называть Тарифом Вот эти вот Самые Налоги Талоны Чеки Ну и так далее Тариф Он и в Африке Тариф А мы как раз В Африке И кстати говоря Тарифа Это арабское название И возникло оно У берегов Испании Во времена Арабского Халифата Ну что ж Побыли немного В Танжере Теперь направимся В Касабланку Ведь армяне В 16 веке Из Португалии Не захотели Оставаться здесь Отправились Вглубь страны То место Которое Нынче Называется Городом Касабланка Поедем туда И там есть Даже Армянский Квартальчик Небольшой Касабланка Касабланка Не является Столицей Столицей Марокко Столица Марокко Рабат Зато Касабланка Один из Крупнейших Городов Марокко Наравне С Маракешем И Касабланк Это Крупнейший Торговый Финансовый И Культурный Центр Этой Страны Или этого Королевства Ведь Марокко Это все-таки Королевство И знаете Удивительно То что Евреи Отправились В Марокко Осваивать Новые Земли А вот Армяне Не стали Начинать Жизнь С нуля А направились Касабланку Где Торговые Мероприятия Уж и Без них Были Налажены Зато Они Здесь Освоились И начали Свою Новую Жизнь С тех самых пор У португальских Армян Которые Перебрались В Касабланку Был Свой Квартал Они Здесь Его Основали Они Сюда Перебрались Здесь Стали Жи И Когда Марокко Касабланка Подпала Под Французский Колониализм Здесь Естественно Были Расквартированы Французские Солдаты А позже Они Стали Называть Вот эти Самые Французские Легионеры Военные Улицы Колониального Колониальной Касабланки В честь Своих Городов Во Франции Здесь Есть Улицы Провансаль Бургундия Гасконь Нормандия Ну и так далее И французские И французские Сейчас Эти Эти Самые Несколько Семей Живут Вот За мной Вся Эта Длинная Улица Рудармени Касабланки Любопытно Что В арабском Варианте Вот На обратной Стороне Рудармени Написано Занкая Аумения Не Армения А Аумения Дело В том Что Марокканский Диалект Арабского Языка Такой же Картавый Как и Французский Язык Видимо Это влияние Французского Языка В этой Стране Ну вот Мы здесь Видим Учреждение Связанное С образованием Кроме Того Что Здесь Жилые Дома Ну От Частных Домов Армян В этом Квартале Конечно Уже Ничего Не Осталось Потому Что Дом Мы Здесь Видим Совершенно Новые Постройки Соответственно Здесь Живут Не Только Армяне Но И Берберы И Арабы И Представители Других Национальностей Но Все Мы Пройдемся По Этой Улице Чуть Глубже И Вот Я Уже Даже Знаю Где Я Сегодня Пообедаю Здесь На Улице Армении Есть Вот Такой Вот Кафе Вот Главно Смотрится Музыка Музыка В Настоящее Время В Марокко Проживает Около Ста Армян Это И Потомки Португальских И Французских И Османских После Геноцида Армян Первое Отделение Союза Армян Марокко Было Здесь Создано В 1931 Году И Создано Оно Было В Касабланке Самые Известные Фамилии Марокко Это Семья Сурмиян Которая Открыла Здесь Промышленные Предприятия Еще В 30-х Годах В частности Каучуковый Завод Их Потомки Ваграм И Нарек Сурмиян До сих Пор Этим Занимаются Также Среди Местных Армян Известных Врач Артахелваджан Аручинян Италтаян Аванес Дурян Ученые Хачатур Сюлакян Бизнесмен Эдуард Рымичан Ресторатор Хамамджян Архитектор Перч Варджапитян И Многие Многие Другие Найян Примечательно Что весь этот Список Найян Возглавляет Даже не Армянин А Араб Мараканец У него нет Армянских Кровей Это Доктор Ахмад Но он является Почетным Консулом Республики Армения В Касабланке Ну В Марокко Учитывая Что В Марокко Нет посольства Армении Ну В общем Так Небольшой Вам Экскурс По Армянским Следам Марокко Я Поведал Ну А теперь До свидания И до встречи В какой-нибудь Следующей 84-й По счету Стране Армянских Следов Продолжение следует...